Разгрузка на улице Сибирская. Здесь устанавливают 17 контейнерных баков. Событие историческое. Сначала мусорная реформа это первые контейнеры для частного сектора, а всего их будет почти 350. Регоператор Экосоюз впервые закупил такую большую партию для муниципалитета своей зоны. Жители готовы переходить на новый порядок. Если вовремя будет все вывозиться, то это будет прекрасно. Не надо себя дома держать, сразу пошел выбросил. С 2019 года в частном секторе Новоалтайска бестарный сбор мусора. Довольно затратный по времени и усилиям, плюс нарушает санобстановку, когда птицы или собаки рвут пакеты. Угон уже сегодня, это самое, сгрызли пакеты. Вот это пришлось опять. Планируется оборудовать порядка 130, по-моему, 7 контейнерных площадок. Площадки эти будут оборудоваться немного позже, потому что сейчас первоначально, когда устанавливаются контейнеры, могут возникать вопросы по передвижению, они удобствуют. По нашим предварительным расчетам мы закрываем полностью город Новоалтайск, там где была бестарка. Если будет какого-то количества контейнеров недостаточно, мы, думаю, в перспективе небольшое количество еще докупим. Речь идет о всем частном секторе Новоалтайска. Это пятая часть города. По словам властей Новоалтайска, это первый шаг к цивилизованному сбору мусора. После того, как пройдет период адаптации данных контейнерных площадок, мы их уже будем подводить в состояние ГОСТа. То есть они будут оборудованы, залиты бетонным, ограждения будут установлены. Имея очень, скажем так, небольшой, или, скажем, ограниченный процент собственных доходов, потратить там 15 миллионов на это мы просто не в состоянии. Потому что у нас вопросов много, а денег мало. На покупку крупной партии баков рекуператор потратил более 6 миллионов рублей. И это самое большое приобретение Косоюза за год. Тем не менее, новые контейнеры в мае поступят еще в два муниципалитета. Почти сотня баков появится в Ребрихинском районе и три десятка контейнеров установят в Калманском. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком.